Здравствуйте, друзья! В одном из недавних обзоров я задавал вопрос, интересно ли вам будет новая рубрика на канале, в которой я бы рассказывал о доработке инструмента и его ремонте. Ответ был очевиден, потому что не все могут позволить себе покупку дорогого топового инструмента, который из коробки будет работать как надо. Все стремятся купить что-то подешевле. Сегодня у нас первое видео из этой рубрики, и мы будем доводить до ума торцовочную пилу Black & Decker, модель B700. Как и многие другие, это пила бытового класса, и естественно она не может конкурировать с ведущими брендами. Но мы ее доработаем, и после доработки она станет намного удобнее, и качество реза существенно повысится. Однако, прежде чем мы начнем, у меня к вам есть одна небольшая просьба. Канал у меня не развлекательный, он по большей части обучающий, и мне хочется, чтобы он был максимально полезным для вас. В описании к видео вы найдете ссылку на анкету, которая поможет мне лучше понять, какие темы интересуют вас больше всего, на что следует сделать упор, и в целом узнать свою аудиторию лучше. Анкета полностью анонимная, и ее заполнение займет от силы 5-7 минут. Ну а в качестве бонуса, заполнившие анкету, получат возможность посмотреть видеоролик, который больше нигде публиковаться не будет. Надеюсь на ваш отклик. Ну а теперь мы перейдем к делу. Практически любой инструмент при помощи напилинга может быть доведен до вменяемого состояния, даже если до этого он был полностью неработоспособен. Однако бывают ситуации, которые в домашних условиях не лечатся. Это может быть либо конструкторская недоработка, либо заводской брак. То есть их, конечно, вылечить можно, но это может быть нерационально. Пожалуй, с этого и начнем. При покупке торцовочной пилы обязательно проверяйте соблюдение плоскости центрального стола и двух боковых. Перепад пару десяток ни на что не влияет, это не так страшно. Но если перепад больше, это уже заводской брак. С этим, в принципе, можно смириться или бороться путем наклеивания на заниженные части тонкой самоклейки. Это тоже нормальный вариант. Но следует обязательно произвести проверку в трех положениях. 45 налево, 90 и 45 направо. Если перепад остается одним и тем же, то все нормально. Наклейка пленки решит все вопросы. Если же перепад начинает гулять, это значит, что нижняя сторона центрального стола отфрезерована неправильно. И его в буквальном смысле придется допиливать напильником вручную. А это может быть довольно сложной задачей. Однако это еще не самое страшное. Хуже всего, когда нарушена посадка маятникового узла. То есть вот эта ось вставлена в прослабленное отверстие. К счастью, это элементарно проверяется при покупке. Нужно опустить пильный узел максимально вниз и еще немножко надавить. Если вы заметите небольшой люфт, он будет сразу заметен, то такую пилу покупать нельзя. В принципе это тоже лечится путем развертывания отверстий, забивания втулок, подыскивания новой оси. Но поверьте мне, это в домашних условиях делать нерационально. Просто откажитесь от покупки такой пилы. Ну а теперь перейдем к досадным неприятностям, которые легко устраняются в домашних условиях и не требуют больших финансовых вложений. Начнем с того, что абсолютно на все пилы бытового класса устанавливаются самые дешевые линейные подшипники с огромными люфтами и квадратными шариками. Да-да, вы не ослышались, шарики там действительно имеют совершенно не круглую форму. Начнем с проверки люфтов. При ослаблении и затягивании винта фиксации и протяжки мы видим, что пильный узел поднимается и опускается. Это значит, что в этом узле просто не хватает жесткости. В принципе, в этой пиле люфт не такой уж и большой, но бывают некоторые модели, которые даже если просто слегка пошатать рукой, они буквально в смысле болтаются влево и вправо на расстоянии где-то до плюс-минус 2-3 миллиметров. И лично я такое встречал. Ну а теперь покажу, как работают подшипники с квадратными шариками. Механизм протяжки движется неравномерно и в подшипниках слышен явно заметный стук. И сам пильный узел при этом непредсказуемо дергается. Все это приводит к тому, что при пилении широких заготовок пильный узел гуляет влево-вправо и диск оставляет риски на обеих сторонах. Естественно, ни о таком чистом резе речи быть не может. Поэтому первое, что мы сделаем, заменим линейные подшипники. Это не единственное, что мы будем дорабатывать, но я не буду забегать вперед. И все доработки будем производить пошагово-последовательно. Проверим первоначальное качество реза. На поверхности видны явно заметные риски, особенно в тех местах, где подшипники сильно стучат. У большинства торцовых диаметр штанг 25 мм. Поэтому я заказал два комплекта новых линейных подшипников. Два из них обычные классические замкнутые, а другие с регулировкой преднатяга. Потому что я не знаю, вдруг штанги немного прослаблены. Сначала нужно снять пильный узел вместе со штангами. В этой торцовке штанги запрессованы в пильный узел и дополнительно снизу зафиксированы двумя винтами. Их я трогать не буду. Колодка с задней стороны представляет собой спаренный хомут и фиксация производится двумя винтами. Также здесь есть еще один стопорный винт, который также нужно выкрутить. Снимаем резиновое демпферное кольцо. Потом его нужно не забыть поставить на место. И аккуратненько извлекаем штанги. Внутри линейных подшипников находятся продольные пазы, в которые насыпаны шарики. Откручиваем винт и снимаем фетровые уплотнения. Уберем стопорный винт, чтобы не мешал. Этот винт ни на что не меняете, потому что он специально сделан из очень мягкой стали. Она расклепывается для того, чтобы не повредить штангу при зажатии. Но то, что винт упирается в штангу, тоже неправильно. Сюда будем делать дополнительную подкладочку. Ну а теперь нужно найти что-то подходящее по конфигурации, чтобы вытолкнуть подшипник. Для этого сделаны три выреза. Хотя, конечно, упор все равно будет происходить в пластиковую часть. У меня, к сожалению, не нашлось ничего подходящего. Но подшипник мне не жалко, это все равно хлам. Поэтому вытолкну его цилиндрической деталью. Подшипник я предварительно сдергивал струбциной. Второй подшипник также нужно слегка сорвать. А вот второй выходить не хочет. Сидит не совсем плотно, но довольно туго. Рукой не выталкивается. Поможем деревяшкой. Естественно, делать это нужно без фанатизма. Вернемся к пильному узлу. Вот подшипники, которые я извлек. В одном подшипнике присутствует явно заметный стук. Да и второй тоже стучит изрядно. Перед проверкой новых подшипников нужно тщательно удалить пыль, чтобы их не засорить. А вот эти подшипники не прослаблены. Собираем в обратной последовательности. Сначала закидываю фетровые кольца. Для полной посадки старый подшипник будем использовать как проставку. Хорошенько продуваем и устанавливаем вторые колечки. Так, а теперь смотрите. У меня торцовки-штанги нормальные. Они не прослабленные. Но если торцовка уж совсем какая-то дешманская, китайская, то вам понадобятся разрезные подшипники. Это абсолютно то же самое, только наружная обойма имеет разрез. Он нужен для того, чтобы обойму можно было стянуть и сильнее обжать штангу. Кстати говоря, разрезные подшипники всегда дешевле. К ним предъявляются меньшие требования по точности, потому что их можно поджать. Для того, чтобы можно было производить регулировку и сжимать обойму, придется просверлить пару отверстий. Я бы сделал это вот в этой части и вот в этой. Направление разреза придется подбирать в зависимости от того, где вы просверлили отверстие под винты. Оптимальное отклонение от разреза должно составлять где-то 60 градусов. Теперь под зажимной винт подготовим пластинку. Возьму латунь толщиной 1 мм. Кстати, знаете, что интересно? Внутри есть один выступ и второй выступ. Вот явно здесь предусматривалась пластинка П-образной формы. Вот примерно такой, как я сделал. Ну, может быть, чуть-чуть другой конфигурации. Ее просто не поставили для удешевления конструкции. Вот она свободно располагается на своем месте. И когда мы зажмем винт, она чуть-чуть деформируется и надежно зажмет штангу. Устанавливаем пильный узел. Еще раз тщательно убираем пыль. Вообще красота! И звук совершенно другой. Вообще красота! Пила ходит очень мягенько. Так, механизм фиксации работает хорошо. А теперь займемся вот чем. Здесь нет плавного пуска, поэтому при запуске получается небольшой рывок, который подбрасывает пильный узел вверх. На этой торцовке он заметен в меньшей степени. А вот в дешевых моделях рывок может быть настолько сильный, что пила в буквальном смысле подпрыгивает. Кстати говоря, у Makita LS1040 это наблюдается. И их в простонародье прозвали прыгунами. Лично от себя могу сказать, что плавный пуск это вещь вообще бесполезная. Потому что здесь все зависит от вашего опыта, а не столько от конструкции пилы. Опытные пользователи знают, как избежать рывка. Нужно перед запуском слегка опустить пильный узел. И в момент запуска будет легкое небольшое движение вверх, но сам корпус пилы не сдвигается и тем более не сбивается положение заготовки. Вот как это выглядит. Вот в принципе и все. Так что пилы без плавного пуска неплохие. Это просто недостаточный опыт. Но с другой стороны, с плавным пуском работать намного приятнее. Поэтому мы его поставим. Но с небольшой оговоркой. Плавный пуск хорош, когда вам нужно отпилить одну деталь, потом через полчаса еще одну. Если же вы начинаете торцевать детали большими партиями, этот плавный пуск вы проклянете уже через минуту. Пока вы напилите необходимое количество заготовок, ваши дети институт закончат. И еще одна особенность. Плавный пуск, скорее всего, придется подбирать. Если вы поставите первый попавшийся, пила будет реально очень долго запускаться. Вот я купил 4 модуля плавного пуска. Они все разные, на разный ампераж. И будем смотреть, какой подойдет лучше. Но и этим дело не закончится. Потом я покажу еще кое-что очень интересное. Обязательно отключаем пилу от сети и лезем под крышку. Ну вообще обалдеть. Честно говоря, меня очень удивляет, что ради какой-то подсветки установили аж целый драйвер. Понятное дело, что он копеечный. Но для питания светодиодов достаточно было 5 пассивных деталюшек. Так, включение подсветки мы оставим в покое. И вот у нас как раз место для установки плавного пуска. И скорее всего, он здесь должен стоять именно вот такой конфигурации. Вот место прям точно под него. Двухпроводный плавный пуск ставится в разрыв любого из проводов, уходящих на двигатель. Пока что на время экспериментов я ограничусь скрутками. Ну и естественно, немножко их заизолирую. Пробуем. Во, вообще супер, запускается так, как нужно. А теперь посмотрим, какой будет результат после замены подшипников. Вот для сравнения качество реза до и качество реза после. Результат явно заметен. Не забывайте о том, что на пилу сейчас установлен универсальный штатный диск. Они никогда не отличаются высоким качеством реза. Диски вы покупаете сами по своей задаче, именно те, которые и нужны. Ну и я думаю, не лишним будет сразу поменять диск на фирменный. У меня есть диски на 48 зубов и на 60. Давайте проверим 60 зубов. Не забываем отключить пилу от сети и можно менять диск. Еще нужно помнить, что на торцовках винт имеет левую резьбу, то есть откручивается по часовой стрелке. Сравним итоговое качество реза. Это первоначальный рез с плохими подшипниками и с штатным диском. Второй рез после замены подшипников. Все равно видны заметные риски. И третий рез практически идеальный после замены диска на фирменный. Предыдущие резы я делал на ольхе. И эта древесина сама по себе проблематичная, потому что она рыхлая, мягкая, но на ней очень хорошо видно, как ведет себя торцовочная пила и диск в частности. А вот то, что я получил на карагаче. Естественно, на качество реза влияет очень много факторов, в том числе и опыт оператора. Но все-таки основное это качество линейных подшипников и качество пильного диска. Кстати говоря, для подписчиков моего канала по промокоду DIY20 действует скидка в 20% на всю расходку DEWALT. А также интернет-магазины Stanley Black & Decker дают скидку по промокоду DIY1000. Вся необходимая информация будет в описании к видео. И еще одна приятная новость. Пока я снимал обзор и монтировал видео, оказывается, появилась новая модификация этой пилы. Это Stanley Black & Decker B701. Как видите, штанги у нее направлены вперед. Меня эта пила очень заинтересовала и очень скоро на нее выйдет отдельный обзор. А сейчас эту пилу можно также купить со скидкой, используя промокод из описания. В целом, можно считать, что мы довели пилу не до идеального, но до вменяемого состояния. И качество реза существенно улучшилось. Если все сделать аккуратно, вы не потеряете гарантии. Однако в пиле есть что доработать и у меня есть жгучее желание этим заняться. Давайте продолжим. А сейчас снова вернемся к модулю плавного пуска. У меня пила стартует плавно, но очень быстро. И это чисто везение. Может случиться так, что пила будет стартовать очень-очень долго. У меня такое было на Makita LS1040. И я просто исплевался. Если надо сделать один-два реза, то ничего страшного. А вот когда придется напиливать детали серии, вы просто с ума сойдете. Поэтому эту функцию можно отключить. Для этого нужен еще один дополнительный переключатель. Правда, его установка уже потребует изменения в конструкции. И вы, скорее всего, потеряете гарантию. Еще раз напомню, что плавный пуск включен в разрыв одного из проводов, уходящих к двигателю. Если замкнуть эти провода, то плавный пуск будет шунтироваться и пила будет стартовать резко. Ну а для того, чтобы шунтировать, можно применить обычный переключатель. Конечно, нужен пылезащищенный, но я пока поставлю тот, который нашелся. Можно врезать сверху, но здесь явно будет сыпаться мусор. Поэтому я врежу вот здесь, во внутренней части ручки. Выключатель должен обязательно выдерживать ток нагрузки. Мощность пилы 1600 Вт, и значит, она потребляет около 7 А. У меня написано 12 А, но вы же понимаете, что это китайское барахло. Но зато выключатель двухполюсный, а нам нужно коммутировать всего один провод. Поэтому контактные группы можно задублировать. Теперь укладываем провода и закрываем крышку. Я не стал переворачивать клавишку. У меня включение будет обозначать включение прямого привода. И нолик будет обозначать плавный пуск. Еще раз плавный пуск. Все работает отлично. О, придумал. Да, забыл сказать. Я не буду показывать настройку пилы. То есть установку углов поворота, углов наклона. По этой теме есть отдельное видео, ссылку на которое вы найдете в описании. Здесь я хочу доработать еще один единственный узел. Эта пила позволяет пилить с ограничением по глубине. То есть делать неполный рез. Узел этот предусмотрен, но, к сожалению, на нем тоже сэкономили. Давайте его рассмотрим. Вот этот самый узел. Внизу находится вилка, а вверху колодка с винтом. Пильный узел опускается полностью, колодка упирается в вилку и дальше пила не опускается. На винт ограничителя установлена гайка с накаткой. При закручивании этого винта он просто упирается в алюминиевый прилив. Дальше пильный узел не опускается. В принципе, система рабочая, но если вам нужно опять сделать полный рез, вам этот винт нужно полностью выкрутить. Пила снова опускается полностью, перепиливает деталь. Но если придется снова вернуться к режиму пиления с ограничением, вам снова придется накручивать этот винт. И вы не сможете вернуться к той же самой настройке. Этот узел по факту является недоделанным. То есть здесь сэкономили всего на двух деталях. Первое, это откидной флажок. Вы можете посмотреть на любой торцовочной пиле у меня в обзорах. Сейчас роль ограничителя максимального опускания выполняет ступенька. А в идеале, вот в это отверстие должен быть закрученный за контрагайен винт. А вот под винт подстройки с контргайкой должно быть просверлено другое отверстие, вот в этой части. Только вот эту ступеньку придется спилить, потому что здесь будет дополнительно находиться язычок. От болта М6 я отрезал кусок резьбы и сделал прорезь под плоскую отвертку. На скорую руку выпилил пластиночку и теперь ее крепим. Это саморез с реугольной резьбой и под шляпкой пружинная шайба. Красота! Давайте подытожим. Пила полностью доработана и мы добились практически идеального качества реза. Кроме того, торцовка стала намного удобнее в работе. И что у нас получается по финансам? Два линейных подшипника по 600 рублей, 1200. Плавный пуск стоит в районе 400 рублей, плюс-минус. Кнопку я использовал старую, но если брать новую, то она обойдется где-то рублей около 100. Единственное, что я не буду считать, это пильный диск. Потому что можно поставить пильный диск за 600 рублей, за 1000. Можно поставить за 12000. Здесь уже все зависит от поставленных задач. В общем, на доработку ушло максимум 1700 рублей. И это менее 10% стоимости пилы. Если же вы хотите купить пилу, которая из коробки будет пилить так же, как она пилит сейчас, то стоимость ее будет примерно в два раза выше. И в комментариях, пожалуйста, напишите, полезна ли эта рубрика, или не стоит на это тратить время. Как всегда, не забывайте ставить оценки и делиться этим видео с друзьями. А я с вами ненадолго прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok